МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно статистике, в этом году у нас на территории областного центра зарегистрировано 6 аварий с участием водителей, у которых имелись признаки опьянения. При этом 9 человек получили ранения, и погибших, к счастью, не было. Если мы говорим о цифрах прошлого года, в прошлом году таких происшествий было больше. В прошлом году было зарегистрировано 8 аварий, при этом ранения получили 14 человек, и 2, к сожалению, погибли. То есть статистика говорит о том, что в этом году у нас показатели, тенденция идет к снижению, будем надеяться, что у нас хранится до конца года. По вине нетрезвых водителей в этом году у нас зарегистрировано всего лишь одно происшествие, в прошлом году было 7 таких аварий. А это за аналогичный период, получается? Да, за 4 месяца прошлого года. Насколько опасно поведение нетрезвого водителя для других участников движения, и по каким признакам инспектор может определить, что водитель в состоянии опьянения? Ну, чем опасно поведение нетрезвого водителя? Ну, во-первых, притупляется его реакция на происходящее, он неадекватно воспринимает окружающуюся обстановку, соответственно, он не смотрит в зеркала заднего вида, забывает включать сигналы поворота, зачастую превышает допустимую скорость движения, не успевает вовремя остановить свой автомобиль. И все эти факторы в совокупности приводят к тому, что происходят дорожно-транспортные происшествия. И поэтому нетрезвый водитель – это, соответственно, опасность для окружающих всех участников дорожного движения. По каким признакам инспектор может определить нетрезвого водителя? Ну, основные признаки, которые, скажем так, лежат на поверхности, это, конечно же, первое основное – это запах алкоголя, который исходит от человека. Во-вторых, это поведение его, которое не соответствует окружающей обстановке. То есть человек либо может быть очень агрессивный, может быть, наоборот, чрезмерно спокойный, чуть ли не засыпает. Соответственно, по внешним признакам каких еще? Это, соответственно, неустойчивая походка, а также резкое изменение кожных покровов. То есть они могут краснеть, потом резко белеть. Ну, а так, как инспектору выявить такого? В потоке, конечно же, это сложно сделать, но если по внешнему признан, как себя ведет водитель. Опять же, это неадекватное путение по дороге. То есть он может либо хаотично перестраиваться из ряда в ряд автомобиль, либо же, например, наоборот, ехать очень медленно возле бордюра, цеплять. Либо же ночью может вообще без света ехать. То есть визуально определить, что что-то не так с водителем, это может опытный инспектор. Соответственно, такой автомобиль 100% будет остановлен. Ну и дальше уже в процессе беседы с водителем, все эти факторы, признаки, ненятная речь, запах алкоголя, это все выявляется. И это является основанием для того, чтобы водителя направить на медицинское освидетельствование. Какое наказание ждет автолюбителя, если он находится за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? За управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание ждет водителя, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ну и в таком случае, как проходит процедура медосвидетельствования? Значит, первоначально ряд административных процедур, то есть водитель остраняется от управления транспортным средством, выписывается протокол на медицинское освидетельствование и, соответственно, проходится на процедуру медицинского освидетельствования. При этом привлекается двое понятых. Если же ситуация не позволяет привести освидетельности с использованием понятых, ну, допустим, какая-то ночь, безлюдная улица, людей нет, в этом случае освидетельствование проводится под видеозапись. Либо регистратор автомобильный, который сложен на автомобиле, либо может сотрудник использовать и телефон сотовый. После водителю предлагается продуть волкотестер, для того чтобы определить количество паров алкоголя, есть ли они и какое количество. Напомню, что допустимое количество алкоголя в крови – это 0,16 промилле. Соответственно, если показания прибора меньше 0,16 промилле, соответственно, считается, что водитель не установлен в состоянии опьянения. Если же эта цифра больше, соответственно, оформляется результат данного освидетельствования. Если же водитель не согласен с показаниями, в этом случае он направляется для прохождения медицинского освидетельствования в медицинское учреждение. Там тоже алкотестер или другие процедуры? Там и алкотестер, еще и дополнительные есть пробы для определения количества алкоголя в крови. Если же человек продувает на месте, скажем так, у инспектора, прибор показывает нули, и видно, что состояние у него неадекватное, то есть есть подозрение о том, что он находится в состоянии наркотического опьянения, в этом случае после процедуры прохождения медицинского освидетельствования на месте этот водитель также доставляется в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования о состоянии наркотического опьянения уже в больнице. Соответственно, там проводится ряд тестов, берется анализы биологических материалов, и потом уже по прошествии выдаются заключения, установлено состояние опьянения или нет. Чтобы выявить нарушителей, севших за руль в состоянии опьянения, инспекторы ГИБДД проводят профилактические рейды, как часто они проходят, и инспектор останавливает машины выборочно, или, скорее, это сплошная проверка? Выявление водителя в нетерном состоянии является одной из задач сотрудников Госавтоинспекции, и поэтому ежедневно при несении службы, при проверке транспорта, этому уделяется большое внимание. Соответственно, это при контроле ежедневным задорожным движением являются такие факты. Также практически еженедельно сотрудники проводят и специализированные мероприятия по массовой проверке транспорта. Суть этих мероприятий заключается конкретно в том, что на каком-то определенном участке дороги стоит несколько нарядов ДПС, где останавливают все машины, которые приезжают, и, соответственно, сопутствующие нарушения редко, кто проявляет страховки. А именно такие мероприятия направлены на явление нетрезвых водителей. Поэтому проявляются абсолютно все водители именно на состояние опьянения. Если человек трезвый, то, соответственно, буквально 2-3 минуты общения, и человек едет дальше. Что грозит нетрезвому водителю, если по его вине произошло ДТП со смертельным исходом? Как в этом случае ужесточается наказание? Значит, если в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, в этом случае водителю грозит наказание в виде уголовной ответственности, ну и, в частности, лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Если же при ДТП погибло 2 и более человека, в этом случае ответственность ужесточается, и нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Хочу обратить внимание, что исполнение обязанностей сотрудников госавтоинспекции проходит в период проведения СВО и желтого уровня террористической опасности. Поэтому у меня следующий вопрос. Складывается ли какое-то взаимодействие с другими ведомственными, в частности, с органами военно-автомобильной инспекции? Да, конечно, у нас проводится совместная работа с начала проведения СВО, совместно с госавтоинспекцией Курской и Курской области. У нас обширная работа в профилактических мероприятиях, как и в дневное время, так и в ночное время. Основные у нас упор идут на соблюдение скоростного режима участников дорожного движения, военного автомобильного транспорта. Также у нас профилактические мероприятия на выявление в состоянии алкогольного опьянения. Работа наша проходит в совместном режиме. Ну и хотелось бы обратить внимание особо у участников дорожного движения, что при организованной воинской колонне, когда у нас идет под сопровождением как экипажей ГИБДД, так и экипажей ВАИ, просьба убедительная ко всем участникам дорожного движения не допускать обгона воинских колонн, потому что при маневре выезда на полосу предназначено для встречного движения, при маневре колонн при затяжном повороте налево или направо водитель сзади идущий может не увидеть, потому что колонны очень длинные, и это влечет за собой тяжесть последствий. И также участники колонны могут повредить свои транспортные средства, тем самым приведет к очень большому дорожно-транспортному происшествию в этой области. В плане совместных мероприятий я правильно понимаю, что и ВАИ, и госавтоинспекторы находятся в одном месте, госавтоинспекторы работают с гражданскими, ВАИ работает, соответственно, со своим профилем? Да, мы работаем как и по военным, так и по гражданским. Также у нас есть и военнослужащие, которые управляют транспортными средствами и гражданскими. Также, если есть какие-то вопросы со стороны госавтоинспекции, естественно, подключаются инспекторы ВАИ, и тем самым проводятся профилактические мероприятия. По какому признаку? Проводятся профилактические мероприятия на выявление, военнослужащие или нет, и дальше, если есть какие-то проблемные вопросы, они решаются, естественно, совместно. Александр, предположим, сотрудник ГИБДД останавливает машину, а там мало того, что нетрезвый водитель, так он еще и без права управления транспортным средством. Скажите, как часто бывают такие ситуации, и какое наказание ждет нарушителя потом? Ну, значит, такие ситуации на дорогах у нас встречаются, ну, естественно, не так часто, потому что тут как бы два фактора. Да, водитель не имеет удостоверения, или был ранний, или что он просто еще и пьяным едет. С начала года таких фактов у нас на территории города было зарегистрировано 19, но это общая цифра, то есть и конкретное управление нетрезвым состоянием, а также факты, когда лицо было лишено ранее, либо не имеет права управления, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За данное нарушение нарушителю грозит ответственность, значит, в виде административного ареста сроком от 10 до 15 суток. Если жрецо по объективным причинам, ну, допустим, инвалид или там больной, есть ряд показаний, по которым не назначается административный арест, в этом случае нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. За последний год появились ли новые технологии для выявления нетрезвых водителей? Уже скажу, что несмотря на как бы стремительное развитие технологии в современном мире, пока еще не придумано таких средств, которые могли бы дистанционно определить состояние водителя, там, пьяный он или не пьяный, да? Пока что обыкновенная проверка транспорта и непосредственное общение инспектора с водителем это единственный способ определить состояние водителя, трезвый он или нет. Зачастую сотрудники госфотоинспекции при помощи средств массовых информаций, а также в социальных сетях размещают информацию о том, чтобы граждане сообщали о фактах, когда водители садятся за руль не трезвым состоянием, для того, чтобы мы могли вовремя среагировать. Как правило, в таких обращениях указывается телефон дюжной части ГИБДД, для того, чтобы свидетели того или иного события могли позвонить в дежурную часть. Дежурный оперативно направил по указанному адресу наряд ДПС, для того, чтобы пресечь административное правонарушение, а возможно даже и ДТП. Как Вы считаете тех мер борьбы с нетрезвыми нарушителями, которые сейчас есть, их достаточно или все-таки нужно ужесточать законодательство, чтобы случаев ДТП стало меньше? На мой взгляд, те меры ответственности, которые определил законодатель на сегодняшний день, они являются достаточными. Опять же, в последние годы были введены ужесточение наказаний как раз-таки за совершение повторных нарушений, то есть повторное управление в нетрезвом состоянии, либо отказ от прохождения медицинского свидетельства водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности. Там также была введена уголовная ответственность. Ну, опять же, статистика говорит о том, что количество происшествий снижается, соответственно, закон действует, граждане становятся более законопослушными. Понятно, что, мне кажется, все равно найдутся водители нерадивые, которым пожизненное заключение объявить, все равно они найдут, кажется, причин для того, чтобы выпить и все за руль. А большинство граждан, конечно, действующий мир, они сдерживают и, скажем так, уберегают. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что пришли к нам. А в эфире была программа «Дорога без опасности». Смотрите нас, и пусть на вашем пути будет как можно меньше аварийных ситуаций. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»